Мазут на Севастопольских пляжах. Неустановленное судно слило в Черное море до сотни литров тяжелого топлива. Об этом на заседании городско-оперативного штаба по преодолению последствий чрезвычайной ситуации сообщил исполняющий обязанности начальника Севприроднадзора Сергей Самойлов. По его словам, мазутные пятна обнаружили в районе Учкуевки и Любимовки. Из-за ветра и прибоя часть мазута оказалась на суше, загрязнению и подверглась около полутора километров побережья. Последствия происшествия для экологии Черного моря прокомментировал заведующий отделом морской санитарной гидробиологии Института морских биологических исследований. Последствия могут быть очень печальные, потому что нефтепродукты относятся к более опасным загрязняющим веществам. В частности, икра и личинки рыб, в том числе камбалы, наиболее ценного нашего объекта, погибают при концентрации даже менее предельно допустимых, которые установлены в нашем государстве. А тем более, если идет такой выброс, то гибель и личинок, и икры может быть очень высокой. По оценке ученых, загрязнение скажется и на донной рыбе. Нефтепродукты оседают на дно, на дне питаются многие виды рыб, в частности, всеми любимые наши слутанка и кефали. А заглатывая поверхность грунта, они пропускают через себя нефтепродукты, накапливают в своем организме, в тканях. Особенно, чем жирнее рыба, тем больше накапливают нефтепродуктов. Вот питаясь этой рыбой, мы можем причинить вред и себе. Распознать такую рыбу можно по характерному запаху топлива. Бороться с загрязнением в открытом море нет возможности. Отсутствует необходимая техника, подчеркнул Сергей Алемов. Здесь уже вся надежда на естественные ресурсы моря, потому что в море есть нефтекисляющие бактерии, которые постоянно разрушают нефтепродукты, они их используют в качестве продуктов питания, так словно говоря. Но их возможности не безграничны. В частности, если по данным нашего отдела, в Севсопольских бухтах сейчас уже в тонных осадках накоплено около 20 тысяч тонн нефтепродуктов, а нефтекисляющие бактерии могут утилизировать примерно 2 тысячи, 2 тонны в год. Соответственно, требуется огромное время для их переработки. Кто виноват в сливе мазута в Черное море, еще только предстоит разобраться. Севприроднадзор отправил письма руководителям Севастопольского морского порта и командованию Черноморского флота с запросом информации о кораблях и судах, которые в течение последних дней находились в районе слива топлива. Губернатор Севастополя поручил руководству Севприроднадзора подготовить расчет средств для утилизации мазута на побережье.